Дай почитать. И Ричард Элвс, британский математик, преподающий в университете Литса. Его очередная книга «Как разгадать код да Винчи и еще 34 удивительных способов применения математики». Надеюсь, в этом германифтическом желании помогут гуманитарии. Честно, я не принадлежу к тем, кто считал математику изнурительной и ненужной. Я очень любила алгебру, геометрию и физику. Не как отличник-заучка, а как увлеченный и интересующийся пятерышник. И как не удивляться, если математика, с одной стороны, древняя, а с другой – необычайно современная. С одной стороны, формировавшаяся с помощью традиционных методик, а с другой – всегда нацеленная в будущее. Математика находится в центре последних разработок в области науки и техники – от компьютерных программ до освоения космоса. Математика предоставляет принципы, с помощью которых можно описать и зафиксировать окружающий мир. А математики должны обладать скрупулезностью, аналитическим складом ума и быть страстными творческими натурами. Книга Ричарда Элса – своеобразный гид по 35-ти визитным карточкам математики. Итак, почувствуем себя восторженными туристами в удивляющем и увлекающем математическом мире. 35 глав и глоссарий дают ответы на для кого-то простые, а для кого-то необычайно сложные вопросы. Например, как круг возвести в квадрат? Или как восхищаться математическим шедевром? Или как победить математического монстра? Или как разрушить интернет? Или как разговаривать с компьютером? В свою очередь, глоссарий доходчиво объяснит, что такое бинарная система, золотое сечение, иррациональное число, математический анализ, платоновые тела, фрактал, числовые ряды. Книга Ричарда Элфса «Как разгадать код да Винчи» доказывает, что математика лежит в основе всего – красоты, музыки, композиции. Что математика делает мир гармоничней и многогранней. Правда, знатоки упекают автора в неточностях и недоработках. Ну, а я прочитала эту книгу до конца с большим филологическим интересом. Чего и вам советую, дорогие слушатели. До новых встреч! Дай почитать!